Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 23 декабря и 303 день войны. Сейчас расскажу вам все самое важное. Журналисты нашли убийцы с бучи, в Мариуполе сносят драмтеатр, а рядом с городом нашли 10 тысяч новых могил. В Москве горит воинская часть, ранение Рогозина оказалось серьезнее, чем думали, а патриарх Кирилл требует отсрочки для попов. На фронте украинские войска отбили несколько атак в Маренке, Авдеевке, Бахмутском и других населенных пунктах Восточного фронта. В самом Бахмуте воссоупровали несколько контратак и оттеснили вагнеровцев на прежние позиции. Это видно на карте, там красная линия показывает максимальное продвижение путинских частей. И к слову о вагнеровцах. Журналисты Reuters выяснили, что Пригожин тратит 100 миллионов долларов в месяц на содержание ЧВК Вагнера. Это миллиард и 200 миллионов в год. Столько своих денег у Пригожина, конечно, нет. Его точно спонсируют из бюджета, от африканских стран получают. Оружие вагнеровцы закупают, в том числе в КНДР. По оценке представителей Пентагона Джона Кирби, у Пригожина 10 тысяч контрактников и 50 тысяч завербованных зэков. Но, конечно, такая оценка кажется слишком завышенной. Нет у Пригожина столько. New York Times выпустила большое расследование об убийствах Буча. Там все доказательства, куча видео, фото свидетельств. Расследователи шаг за шагом выяснили именно те, кто причастен к убийствам. Это десантники 234 полка. А также доказали, что все произошедшее было именно систематическим геноцидом, а не случайными инцидентами. Командовал десантниками подполковник Артем Городилов. Вот он на фото, запомните. После вывода российских войск из Буча, он был повышен до полковника, Городилов, также его начальники, генерал-полковник Сердюков и генерал-майор Чубарыкин, никак не отреагировали на убийство мирных жителей. А значит они все соучастники в этом ужаснейшем преступлении. Обязательно прочитайте статью целиком, посмотрите расследование, это все в открытом доступе, наверняка переводы тоже появятся. Еще одно огромное преступление это уничтожение Мариуполя и геноцид его жителей. Associated Press обнаружила больше 10 тысяч новых могил, в которых могут быть похоронены даже не по одному человеку. Это означает, что прежняя оценка в 25 тысяч погибших слишком занижена. И в реальности могли погибнуть 50 и больше тысяч мирных жителей. Самое настоящее преступление против человечности. А тем временем в оккупированном городе сносят главный символ этого преступления — драмтеатр. Слишком мозолил им глаза. Еще неделю назад здание, под завалами которого после попадания российской бомбы погибли сотни гражданских, стыдливо прикрыли ширмой с изображениями Толстого и Пушкина. Летом появлялись сообщения о том, что тела прям заливают бетоном и хлоркой, чтобы избавиться от трупного запаха невыносимого. Их решили не доставать из-под обломков, чтобы скрыть следы убийства. Тогда же идиот Беглов, у которого хватило совести назвать уничтоженный город по братимам, обещал восстановить театр. И вот теперь здание сносят. Они могут снести даже весь город и даже попытаться построить на его месте новый. Но никто никогда не забудет слово «дети», которое было написано огромными буквами напротив театра. И не забудет, что даже оно не остановило убийц от выполнения преступного приказа. Не остановило российские войска, которые сбросили на театр, где укрывали жители огромную авиабомбу. Все виновные в этом преступлении тоже обязательно будут найдены и наказаны. Ранение Дмитрия Рогозина оказалось серьезнее, чем все думали. Все-таки его задняя часть оказалась жизненно важным для него органом. Его везут на лечение в Москву, чтобы излечь осколки. И его состояние ухудшается. Оказывается, его жена тоже получила сильную контузию. Правда, сегодня сын Рогозина написал, что это все неправда и с отцом все отлично. Ну что ж, посмотрим. Но пока сам Рогозин не появлялся ни на фото, ни на видео после обстрела. И, по крайней мере, теперь у него возможно гораздо больше шансов досрочно покинуть нашу планету. Правда, немного не так, как он планировал. И продолжая о делах небесных. Патриарх Кирилл требует законодательно ввести для священников от срочки, от встречи с Богом. Вернее, от мобилизации, конечно. По мнению Кирилла, простым людям идти умирать это дело богоугодное. А вот священнику, ну никак нельзя. Грехи не позволяют. Ну и Гундяев, конечно, может переживать о том, что слишком много попов может погибнуть на войне, а значит ФСБ лишиться очень ценных кадров. Еще одна интересная идея у племянницы Путина Анны Цивилевой. Есть такая. Она предлагает россиянам объединиться в танце. Хочется пожелать Цивилевой сходить к семьям, потерявшим мужей и сыновей на путинской войне. Сходить к тем, кто из-за роста цен, низких зарплат, не может позволить себе праздничный стол. Прийти к людям, которые получили штрафы за антивоенную позицию. Пусть она сходит к ним и станцует. А мы посмотрим, как люди отреагируют на такой флешмоб. А пока сказочно богатые друзья и родственники Путина поддерживают убийство украинцев танцами, в нашей стране продолжают гореть военкоматы и военные части. На этот раз полыхнули воинская часть в восточном округе Москвы и военкомат в Саратовской области. В Москве загорелись гаражные боксы, расположенные на территории части. Там площадь пожара составила около 200 квадратных метров. А в саратовском селе Ивантеевка горел кабинет дежурного военкома. К сожалению, его быстро потушили и весь военкомат не успел сгореть. На месте нашли пластиковую бутылку с остатками бензина. И хозяин бутылки, наверное, в следующий раз сделает выводы, как готовить такие коктейли, чтобы было эффективней. А Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Данную поправку внес сенатор республиканец Линси Грэм. Голосование по ней было единогласным, так что теперь российские деньги смогут напрямую финансировать украинскую армию. На самом деле достаточно эпохальная вещь. Раньше никто не конфисковывал российские деньги. Этот же механизм нужно применить для всех российских коррупционных денег. За время правления Путина миллиарды долларов были выведены за рубеж и их нужно будет вернуть для полезных дел. Мы каждый день рассказываем вам правду в новостях и помогайте нам распространять ее везде. Поставьте лайк, напишите комментарии, поделитесь какой-то эксклюзивной информацией, если она у вас есть. А еще можете поддержать нас и финансово на Патреоне Популярной политики. Там почти 40 спонсоров, ники, многих из них на экране, кто пожелал этого. И мы показываем их каждый день. Хотите тоже что-то сюда написать? Присоединяйтесь. Увидимся в следующий раз.